Друзья, всем привет! И мы с вами продолжаем рисовать эскизы. Сегодня мы будем рисовать детский свитшот для мальчика с принтом. Покажу все от и до, как это будет создаваться. Сама модель не очень сложная, но основной акцент будем все-таки делать на принте, на том, как это будет смотреться. Итак, я выбрала шаблон. Это шаблон ребенка от 1 до 3 лет. Если вы рисуете ребенка, который до года или там уже, например, с 4 до 7, у них будут немножко другие пропорции. Шаблоны есть у нас на сайте, их можно скачать. По ссылочке под этим видео переходите, там это все вы найдете. Убрала вид со спины, он мне сейчас не нужен, мне нужен только внешний вид. И давайте мы заблокируем. Выбираю инструмент пером. И сейчас вот здесь сразу посмотрю по обводке, чтобы у меня была толщина 1, у меня не было пунктельной линии и цвет черный. Все, отлично. Итак, вот он наш замечательный карапуз. Начинаем, соответственно, рисовать. У меня будет си-образная или круглая горловинка, как вам удобнее. Можно рисовать рукав-реклан, можно рисовать обычный рукав. Давайте я нарисую обычный, потому что и те, и те встречаются, и те, и те достаточно удобные. И так вот немножечко маленький напуск сейчас сделаем. И, соответственно, выход на резиночку. Вот здесь уже будет резиночка. Смотрите, как раз там линия у нас прекрасно есть. Рисую, как обычно, я половинку. Сейчас я ее откорректирую. И уже потом мы раззеркалим то, что нам будет необходимо. Так, можно нажать, подержать. И вот сюда вот. У нас тогда вылетает инструмент, и инструментом опорная точка очень удобно корректировать направляющие. Я их усиками иногда называю, но называются это направляющими, на самом деле. Вот, это очень даже удобно. Так, теперь рисуем рукавчик. Раз мы решили, что у нас вточной, значит рисуем вточной. Так, здесь тоже небольшой напуск, потому что у нас будет манжетик по рукаву. Он не должен быть прям сильный, но просто вот небольшой мы будем обозначать, что он там у нас есть. Возможно, я слишком большую свободу дала. Сейчас немножко подкорректирую этот момент. Смотрите. Так, сейчас немножко здесь подвинем, здесь подвинем. Ну, то есть, чтобы поуже рукав был, да. И видите, какая сразу пропорция. То есть, такая маленькая, вот, то, что называются мимимишные вот эти штучки все, они, конечно же, у деток это вот всегда привлекает. Вот эта мимимишность, крупная голова. Достаточно короткие еще конечности, которые не вытянулись. Вот это все, что и вызывает этот восторг. Но нужно правильно одевать. И как помните, я в прошлом видео рассказывала о том, что нужно помнить, что детки в этом возрасте, ну, в возрасте года еще носят памперсы. Поэтому мы не можем так плотно к нему приклеить это все. Нам нужно с вами дать более широкий запас, напуск, потому что там внутри будет этот памперс, и оно не будет так сильно прилегать. То есть, дети там уже от трех до семи, они уже в трусах. И очень интересно, что все-таки размер попы в памперсе и размер попы без памперса, там, например, двухлетки и четырехлетки, часто очень похож по объему, в силу наличия вот этого подгузника. Поэтому это тоже надо учитывать. Конечно же, это больше конструкторская часть, но все равно при рисунке на шаблоне вы должны задать этот объем, потому что оно так плотно туда прилегать не будет. Ну, в общем-то, почти все мы с вами нарисовали. Сейчас вот здесь я нарисую горловинку, полукруглую отделочку. Да и, в общем-то, по элементам все. Основная прелесть будет на принте, и такое очень часто встречается. Например, один из моих любимых брендов детской одежды – это Next Kids, английский бренд. И вот у них тоже очень часто простые модели, за что им огромное спасибо. Это очень удобно, когда ребенок ходит, и у него там никаких ненужных швов и деталей. Но при этом они делают красивые цвета, делают красивые принты. Еще большой плюс – они делают сразу несколько цветов, и то есть ты получаешь как бы такой вот комплект. Сейчас мы именно это и сделаем. То есть мы сделаем принтованный худик, и там худик, например, на котором плейсмент есть. Вот не худик, а свитшот. Сейчас мы это все сделаем. Делается все достаточно просто. Так, что я сразу хочу сделать. Мы сейчас с вами сделаем имитацию рибаны. Берем две палочки тоненькие 0.25, одну ко второй. Вот так. Вторую делаем без цвета, без контура. Здесь, по-моему, вот. И это все затаскиваем, соответственно, в панель образцов. Сейчас это все применим. Так, зеркальное отражение. Вот оно у нас тут вот спряталось за круговым вращением. Нажимаю Shift, нажимаю Alt, потом отпускаю кнопки мыши, потом уже отпускаю непосредственно кнопки на клавиатуре. Обработка контуров, окно, обработка контуров. По-английски это Pathfinder. Там иногда пишут, а по-английски. Ну, все это есть на английском в иллюстраторе. Просто, ну, я русскоговорящая, я работаю на русской версии. Ну, я могу себе скачать официальную английскую версию. Ну, просто мне так проще объяснять. Я практически 8 лет работала на английский. То есть я все эти инструменты знаю на английском. Сейчас я работаю на русской версии. Могу перейти на английскую. То есть у них от языка ничего не меняет. Все внутри, все те же самые инструменты. Вот. Итак, создаем копии вот этих вот четырех объектов. Раз, два, три, четыре. Как я это делаю? Я смещаю вниз, шифтом, альт, потом отпускаю кнопочки мыши, поднимаю наверх. Вот они у меня создались. Сгруппирую их. И на них применю заливку, которую мы с вами сделали. Вот, видите, у нас есть имитация того, что там рибана. Вот здесь нам сейчас мы поворотик настроим для того, чтобы смотрелось оно лучше. Так, нам только углы, просмотр, смотрим. Так, еще чуть-чуть. О, отлично. И вторую точно так же сейчас. В другую сторону нам прокрутить надо будет. Я, честно, можно делать угол правильный, посчитать. Можно сделать зеркальным отражением. Я обычно, как это называется, глазометрический. То есть на глаз оно смотрится нормально. Так, теперь мы все вместе выбираем. Кроме там, где у нас риб, заливаем белым цветом. И еще один такой момент. Очень-очень часто на плече у деток, вот здесь вот так вот будет такая тесьма. На которую все это дело будет застегиваться. Потому что голова очень большая еще в этом возрасте, а шея узкая и не влезает. Поэтому вот здесь, скорее всего, будет такая вот штучка. И на ней будут располагаться такие кольцевидные кнопочки. Сейчас мы это все нарисуем. Ну вот, то есть, ctrl-c, ctrl-b. Немножечко уменьшаем. Разрезаем между собой. Разгруппировать. Центр убираем. Бублик заливаем градиентом. И оп! Немножечко поджимаем, чтобы он стал у нас таким вот наклоном. Все, сюда разместим. То есть вот эти кнопочки, они на детской одежке будут. То есть здесь мы сможем с вами раскрыть плечико и туда его. Два, три и четыре. Вот так. Четыре кнопочки. Вот. Наша с вами конструкция готова. Теперь мы с вами сделаем две цветомодельки на одну и ту же самую конструкцию. Выбираем. Я уже подготовила зарисовку того, из чего мы будем делать принт. Вот смотрите. И смотрите, как я это сделала. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как вот эти элементы я отрисовала, вот они у меня есть. Теперь я их все вместе выбираю. Видите, каждый из них сгруппирован. Машинки. Это могут быть абсолютно любые элементы. Но я решила, что мы сейчас рисуем одежду для мальчиков. Поэтому у меня будут такие элементы. Так. И, соответственно, из них мы можем сделать локальный принт. И из них мы можем сделать принт, который у нас будет, ну, то, что называют бесшовным. Выбрала, затянула, двойной клик. Здесь у нас появляется такая великолепная вещь, которая называется Pattern Generator. Параметры узора. Вот. И сейчас мы подберем сетку. Шестиугольничек такой мы сейчас сделаем. И равномерно распределим там внутри все, чтобы у нас получился хороший внешний вид. Видите, это один из самых крутых и самых удобных методов работы. Вот честно вам могу сказать. И студентов я своих обучаю и так, и не так. Ну, в общем, я вообще восхищаюсь. Потому что сейчас я занимаюсь фотошопом интенсивно, да. И, конечно, в фотошопе не настолько это удобно все делается. А то, что есть в иллюстраторе, ну, это вот прям рай для принтистов. Делай, не хочу. И вообще, как бы, блин. И не то, что просто квадратно-гнездовым способом сетка у тебя постоянно распределяется. А тут еще и вариации разные с сеткой есть. И вот можно внутри там это все двигать. И там с кирпичиком и всем остальным. Ну, просто мечта. Вот, все, получилось. Готово. Что у меня получилось? У меня получилось создать принт. Давайте посмотрим, что именно. Берем инструментик прямоугольничек. Смотрите. Видите, какая там красота. Вот то, что мы с вами и сделали. Теперь вот этой красотой мы с вами, соответственно, применим ее к тому, что есть. Так. Что такое? Почему оно туда вглубь? Смотрите. Я сделала без цвета фона. И вот сейчас могу там посмотреть, какого размера. И подобрать, соответственно, какого цвета у меня будут отделочные всякие штучки. Например, я хочу, чтобы вся отделочка у меня была вот такая красная, как цвет грузовичка. Поэтому сейчас мы вот так возьмем. И прямо с цвета грузовичка этот красный, вот, притом бордовенький. Не прямо ярко-красный, а вот такой бордовенький. Вот, смотрите, очень милая штучка получается. На мой взгляд, прям то, что надо. Вот, возвращаем на место. Это вариант, когда у нас с вами созданный принт, да, авторский. Естественно, теперь я могу, ну, оформить документы, показать, как это будет, как его печатать, показать этот рапорт и так далее. Могу ему поменять цвета, если мне нужно. Могу ему там и фон поменять, если это требуется. Это вот один вариант. Допустим, мы делаем с вами комплект. Да, делаем второй вариант. То, как, собственно, часто и работают. Например, он у меня будет такой темно-синий. Я это беру с головы. Вот, если сейчас кто-то что-то, там, думает по этому поводу. Вот то, что я сейчас делаю, я беру чисто из головы. У меня даже эскиз никакой не прорисован первоначальный. То есть я приблизительно представила, что было бы классно, там, один принтованный, один не принтованный. Здесь может быть вопрос, там, о белый фон. Да, ну, можно какой-то другой фон придумать. Там, можно синий фон поставить. То есть, вот вообще никаких ограничений вам никто тут не выставляет. Это просто вариация того, как это можно сделать. Хочу цвет такой более денимистый сотворить. Сейчас. Нет у меня задуманного сохраненного цвета. Ну, вот я знаю, что вот такого плана цвет всегда очень красиво смотрится. Так, и мы на него, вот эти штуки, можем разместить, как будто бы это вот такой локальный принт на груди. И вот у нас получилось с вами две разные худик, два разных худика, которые могут покупаться комплектом и спокойно носиться для, ну, ребенка-мальчика. Сделайте принт, там, универсальный какие-нибудь, там, мишки-тигрики, она будет универсальная. Какие-нибудь, там, розовые сердечки будут более девчачьи. Ну, вот так, да. Можно из этого же, из этих элементов еще потом выкрутить кучу всего. Можно это будет принт, можно это аппликация и так далее. Ну, вот что у нас с вами получилось. То есть у нас с вами получился комплект детской одежды. Соответственно, здесь мы с вами уже, если будем передавать конструктору, подпишем технологические особенности. Здесь мы подготовим принты, напишем размеры, напишем цвета, дадим пожелания по тому, какие будут использованы технологии. То есть если это маленькая партия, там, до 100 штук, то, скорее всего, мы будем эти цифры печатать. Если это будет большой объем, то это, скорее всего, пойдет шелкографией. Ну, в общем-то, уже просто подберем ту технологию, которая нам более актуальна. И файлы, подготовленные для производства, будут оформляться, исходя из того, как у нас попросят производство. Какое-то производство может у вас запросить вектор. Какое-то производство может у вас запросить PNG. Какое-то PDF. И вот меня когда спрашивают, а что? Ну, лучше же, конечно, иметь исходники в векторе, и из них вы сможете потом экспортировать в то, что вам нужно. Но вот как бы размер прописать, что вот, если у меня это реальный будет кейс, который я буду производить, я возьму вот этот принт, который есть, вытащу этот рапорт и распечатаю этот принт, например, в трех вариациях, чтобы посмотреть, а какого он получается размера, чтобы подобрать тот рапорт, который есть. Даже на черно-белом принтере просто приложу вот к детскому манекену, либо к детскому макету худика, и оценю, насколько мне нравится тот или иной размер принта. И уже после этого буду запускать, и уже буду отслеживать первый образец, как он пройдет по цвету, нравится мне, нет. Можно ли там его напечатать на другом цвете, ведь мы же здесь можем там, например, такой же синий цвет добавить, у нас будет еще одна цветомодель. То есть и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот смотрите, используйте, вот так это все делается. Мотивы, в данном случае я нарисовала абсолютно авторские, чтобы ни в кого не попало, то есть там всякие трактора, самосвалы и так далее, они могут быть абсолютно любыми, заявленные на вашу тему. Если интересно, вот такого плана вещи, посмотрите Next Kids, очень они мне нравятся, у них прямо вот оно часто продается комплектом, там два худи, там четыре футболки. Это действительно очень комфортно для родителей, потому что, ну, вещи постоянно пачкаются, их надо постоянно стирать, а так у тебя, ну, большой набор. И особо они там не какие-то супер по конструкции, а вот на принтах многое держится. На этом все, а мы идем с вами дальше. Не забывайте подписаться, поставить лайк, если вам понравилось, и в комментариях мне написать, что бы еще вы хотели порисовать. Я всегда слушаю, что вы меня просите, я помню про мужчин, но сейчас у нас детский влог, а потом мы будем рисовать мужчин. Ну, кстати, можете написать, что вам интересно порисовать по детям, что вам интересно нарисовать по мужчинам, какие конкретно изделия, потому что очень многие из них будут похожи на рисунок женский. Там женская и мужская футболка, ну, практически не отличаются, только шаблон другой возьмите. Все, на этом все, до скорых встреч, пока-пока!